Очень легко попасть в Китай, очень трудно из него потом выбраться. Вот ты когда с китайцем чокаешься, ты надо стараться, чтобы твой бокал был ниже, чтобы его вино попало в твой бок. Очень часто за границей считают, что нужно открывать что-то совместное с китайцами, что это как-то проще будет или что-то еще, нифига подобного. Если зайти в любой китайский магазин, наверное, в Бордо нет столько винограда, сколько вина в магазине. Нихао, друзья! Это Алоха по-китайски. И мы продолжаем серию выпусков о бизнесе в разных странах. Если вы еще не смотрели о бизнесе в Гонконге, посмотрите о бизнесе в Малайзии. Тоже обязательно посмотрите. А это выпуск о бизнесе в Китае. Один парень по имени Александр когда-то на корпоративе рассказал на китайском стишок и уже очень скоро очутился здесь, в Китае, строя бизнес в своей компании. Другой парень приехал сюда с гитарой, Виталий, поиграл на гитаре, пожил, а потом как-то случайно кому-то помог продать контейнер водки. С тех пор занимается тем, что импортирует сюда, в Китай, импортную продукцию и занимается с партнером этим уже много лет. Именно об этом вы, друзья, узнаете. Истории двух ребят, которые больше 10 лет живут в Пекине и занимаются разными бизнесами. Ну, а мы погнали знакомиться с особенностями бизнеса в Китае. Саш, ты 13 лет живешь в Китае, и у тебя здесь бизнес, и ты приехал как наемный сотрудник, верно? Да, приехал как наемный сотрудник, но, собственно, и филиал компании с тех пор развиваю. В общем, работал я инженером в Санкт-Петербурге, инженером-химиком по приборам. Но однажды у нас была новогодняя пьянка, и я на этой пьянке случайно рассказал стишок на китайском. Я сейчас директор по развитию, но я тут уже все прошел от генерального директора. И, по сути, сейчас я вырастил здесь команду, и потихоньку думаю, куда еще перебраться. Помимо того, что ты здесь наемный сотрудник, у тебя еще свое что-то есть, да? Да, я еще иногда помогаю друзьям тут открывать компании. По сути, создаем некие продукты. Но в основном это больше связано с экспортом из Китая. А так основная профессиональность именно в продаже в Китае. За 13 лет тебе хотелось вернуться обратно и работать дома? Мне вот последний год этого хочется. Но очень легко попасть в Китай, очень трудно из него потом выбраться. Почему? Потому что связи все здесь, знакомства все здесь. Так или иначе, и профессиональность все связана с Китаем. Большую часть времени ты проводишь здесь? Да, да. Давай тогда узнаем эту историю, вернемся 13 лет назад и поймем, как тебе было сюда приехать и начать здесь вообще работать. У тебя была, наверное, бизнес-виза? Раньше оформление виз было гораздо более простым, чем сейчас. На самом деле, я тогда приехал по туристической визе и переоформил ее на вид на жительство, что сейчас уже не делается. Так. Вот, с тех пор все ужесточили. Ну, у них, в принципе, каждый Новый год что-нибудь прикручивают относительно иностранцев. Нас же уже поделили на категории, там, А, Б и Ц, по степени нужности Китайской Народной Республики. То есть, А, это как бы мегаученые, инвесторы там и так далее. Илон Маск. Да, 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 Илон Маск. Альтернатива Джакума. Б, это все остальные вроде меня, а Ц, это как бы там совсем low grade. Вся фишка в том, что все равно, чтобы работать на китайском рынке, особенно так как мы продажами занимаемся, тебе необходимы адекватные партнеры. Поскольку, что бы ты тут ни продавал, как иностранец, ты хорош именно как некая визитная карточка, что ты именно вот из-за рубежа и, как бы, грубо говоря, являешься гарантом того, что китайцы не обманут китайцев. Поскольку, на самом деле, у них, как ни парадоксально, недоверие к друг другу большее, чем недоверие к иностранцам. Вот, поэтому залог, в принципе, успешных продаж в Китае чего-либо, один из ключевых элементов, что иностранный представитель с адекватными китайскими партнерами. У нас получилось выставок найти. Другое дело, что это все равно был некий перебор вариантов. И, там, те, кто были неадекватные, не помогали особо. Ну, поскольку мы вышли вообще с новым продуктом, тем более с русским оборудованием 13 лет назад, при том, что на рынке доминируют, соответственно, американцы и японцы, ну, мы были вообще... У нас прибор был, то есть все уже красиво делают, современно. У нас была такая железная машина. Я всем рассказывал, что она сделана в Советском Союзе для того, чтобы пережить ядерный взрыв. Причем это, кстати, отлично работало. Вот. И удалось найти китайцев, которые еще учились в Союзе в том числе. Вот так как они уже там были на более-менее руководящих постах, это тоже очень помогло. Меня зовут Виталий. Я нахожусь в Пекине уже больше 14 лет. В Китай попал после окончания Академии искусств, Воронежской Академии искусств. По профессии я музыкант. Я закончил по классу гитары. И по окончании вуза у нас китайская школа пригласила работать. Меня и жену. Я уже тогда был женат. Мы по приглашению китайцев приехали в Китай работать. Ну, первые там года, наверное, 2 или 3, 4, может быть, там, максимум. Я преподавал гитару. Жена у меня пианист. Вот. Я преподавал гитару. То есть мы приехали с нуля вообще. По-китайски мы только нихау говорили. Потихонечку учили китайский язык. Ну, и как бы для себя поняли, что страна развивается очень большими темпами. Вот. Что вернуться мы всегда успеем. Ну, и решили вот как-то здесь попытаться обосноваться. Так вышло, что один знакомый мой привез контейнер водки. Вот. Я ему помог продать этот контейнер водки. Ну, так долго это все это рассказывать. И мы поняли, что процесс пошел. Вот. Надо еще везти водку. Да, водку. Да. Тогда был такой завод Исток. Сейчас его закрыли уже в городе Беслана. Мы начинали как бы с России, да. Сейчас мы возим уже продукцию из 5 стран. Там Россия, Белоруссия, Украина, Франция и Польша. Ну, это все продукты алкогольные. Мы чисто алкогольным занимаемся. То есть твой бизнес заключается в том, что ты импортируешь алкогольную продукцию из разных стран сюда, в Китай? Да, да, да. Совершенно верно, да. Интересно, потому что большая часть бизнесов с Китаем, это как раз наши, что-то экспортируют из Китая. Совершенно верно, да. Совершенно верно. И импортируют, соответственно, в наши страны. Да, 2014 год вот показал, показал, кто был прав. Потому что после 2014 года, когда произошел обвал рубля и других там валют, да, вот, очень много людей, которые занимались мелким, у которых был мелкий бизнес, все, они остались не у дел, потому что все это посыпалось, вот, сразу покупательская способность упала, вот, и очень много людей как раз вот тогда-то уехало из Китая, вот, после 2014 года, потому что, ну, реально было нечем заниматься. А мы по стоку-поскоку, ну, вот, импортируем, у нас как бы было все ровно, вот. Вот, ну, другое дело, что вот, когда уехало, ну, так скажем, русскоязычное население, да, которое брало нашу, нашу продукцию, да, конечно, было немножко там у нас провал по продажам. Ну, сейчас мы полностью переориентировались на китайцев. Сейчас у нас только китайские компании, вот мы с ними работаем. Вот, мы сейчас находимся как раз в местечке, которое называется Ябалу. Здесь в свое время было очень много русских ресторанов, именно русских ресторанов, да, вот, которые хорошо брали нашу водку. Вот, круглая с этого места-то, и все, и началось. Сейчас Китай, ну, борется за то, чтобы, как бы, все было более легально. Вот, они снижают налоги, если мы раньше платили 17% НДС, сейчас снизили до 13% НДС. И будет, по-моему, до 11%. Ну, возможно, да. Там на разные категории товаров, там они по-разному снижают, и разные это. Вот, тем самым они, китайцы, китайское правительство, да, вот пытается из черной, из черной вот этой теневой экономики, да, выбелить всех. Вот. И у них получается? Я думаю, да. Ну, вот те реформы, которые Дэн Сяопин запустил, да, 30 лет назад, вот, то, что мы видим, это плод, плод его реформ. Вот, они, как бы, последовательно следовали всему этому делу, и грамотно выстроили политику, грамотно приглашали иностранной компании, которые видели Китай, видели его потенциал, они вкладывались в Китай, и те, кто вовремя пришел, они сняли, я думаю, большие куши. С какими сложностями ты столкнулся? И что нужно было делать тогда, чтобы открыть свою компанию и начать развивать бизнес? И что нужно будет делать сегодня, в 2019 году? На тот момент это, возможно, было даже проще, поскольку не было еще такого количества законов. То есть главное, что все равно нужно желательно знать английский. То есть совсем как бы без языка, конечно, да, тут делать нечего. С сознанием английского и наймом толковой секретарши большинство вопросов снимается. Плюс, соответственно, мне очень помог мой бэкграунд, так как я закончил университет петербургский химический факультет. Ну и, соответственно, общаться с учеными было достаточно просто. Ну, мы примерно из одной всей области. И это, по сути, и было базой, потому что я ходил, знакомился, университет Синфа, Пекинский государственный университет, и начинал общение с их департаментами химии. И, по сути, они все говорят по-английски, они все достаточно хорошо образованы. И при этом у них вот сейчас научный сегмент рынка, там, лабораторного любого, он развивается просто безумно. Они приглашают специалистов из-за рубежа, у них всегда выделяются деньги, гранты. Я, в частности, делал, организовал совместный научно-исследовательский проект между, по сути, российским университетом и китайским по разработке деталей прибора для китайского рынка. Ну, в общем, это все проходило на ура. Созданием юрлица, наемом персонала занимался ты в то время? Да, да. Ну, я тут тоже прошел через все ошибки, через которые все могут пройти, потому что не надо доверять консалтинговым компаниям. Потому что, если открыть интернет, куча предложений о том, что тебе все оформят за такую-то цифру. Да, под ключ. В общем, это никогда не бывает под ключ. То есть, по факту, есть много... Я прошел именно через то, что компания, которая говорит по-английски, они говорят, что все под ключ. У нас цена выше, потому что мы не китайцы, мы все делаем хорошо. В итоге делают они ровно так же, как китайцы. Во всем нужно разбираться самому. Поэтому, если не видно разницы, можно использовать консалтеров, но лучше использовать китайских с плохим английским, потому что результат будет ровно тот же. Я воспользуюсь слугами, причем дорогих консалтеров, но после этого... Дорогих можно конкретизировать? Это было в районе 40 тысяч юаней за открытие юрлица. А сейчас бы это сколько стоило? Сейчас это можно сделать за 20, включая годовое обслуживание, регистрацию виртуального офиса, если нет реального. Ну, то есть полный пакет совсем на год, со всей бухгалтерией за 20 можно уложить. Причем тоже момент, очень часто за границей считаешь, нужно открывать что-то совместное с китайцами, что это как-то проще будет или что-то еще, нифига подобного. Открывать надо только компанию со 100% иностранным капиталом. Никакой сложности в этом нет. И, в общем, зато контроль будет только у тебя. В каком случае нужно открывать китайскую компанию? В моем случае, так как мы торгуем внутри Китая, то она совершенно необходима. Плюс ко всему у нас еще это осложняет с тем, что очень много контрактов с правительственными учреждениями либо государственными компаниями. А у них требования к тому, чтобы продажа шла с предоставлением НДС. Потому что тут немножко иначе система, чем в России работает. То есть тут при поставке чего-либо ты выписываешь этот счет НДСовский, который сразу уходит в налоговую. И не все компании могут предоставить именно этот полный НДС. Сейчас он понижен до 13%. Когда я начинал, он был 17%. И имея эту компанию, какие у тебя налоги, отчетность, как часто, обязательства? Соответственно, налоги, если налог на прибыль, он 25%. Но, в общем, от него можно достаточно легко уйти. То есть это в ноль все нужно оборачивать. То есть ты имеешь право отнести на расходы компании все свои деловые поездки, обеды в них и так далее, и так далее. Там содержание той же машины, ну и все такое проще. Зарплата сотрудников, соответственно. При этом тебя налоговая проверяет? Нет, налоговая ни разу не проверяла. Ну, как раз в год проходит официальный налоговый аудит. Его делает аккредитованная компания. То есть это тоже стоит в районе 4 тысяч юаней. И этого достаточно. Тебе знакомо китайское слово хунбао? Да, безусловно. Это красный конверт. Туда на китайский Новый год кладут деньги и дарят всем. Да, да. Говорят, что в Китае настолько любят деньги, что готовы деньги дарить всем и везде и всегда. Но только в красном конверте. Это правда? Современные технологии пошли чуточку дальше. Сейчас есть WeChat, где красные конверты шлются без повода и по поводу всем желающим. Первое, что ты сделал не так, как бы сделал бы по-другому, это регистрация компаний без вот этих вот посредников. Да, да, да. Второе. Второе, более тщательно подходил бы к выбору партнеров. Потому что... Китайских партнеров? Да, китайских партнеров. На самом деле, так как страна большая и очень большая разность в менталитете, особенно вот север-юг, поэтому, скажем так, если компания ориентируется на продажи в Китае и думает, что достаточно найти какого-то эксклюзивного представителя китайца, сделать его эксклюзивным дилером, и вот он будет результат, это, в общем, нифига не гарантирует, поскольку большие различия между регионами, и по факту, как минимум, должно быть деление между севером и югом, чего мы вначале не делали. Привет. Мы команда маркетинга, поиска, авиабилетов и путешествий TripMyDream. Я надеюсь, ты нас знаешь. Но сегодня мы не о путешествиях, сегодня мы о твоем обучении. Мы обещаем обучить тебя интернет-маркетингу от А до Я за 3 месяца. Я Андрей, основатель TripMyDream. На этом курсе каждая 4-я, 5-я лекция – это моя лекция. И мы много проведем времени вместе. Будем разбираться, как же найти боль у твоего клиента, как определить, где она находится, насколько сильно болит и как часто повторяется, как эту боль удовлетворяют на сегодняшний день твои конкуренты. Сделаем, научимся делать анализ рынка, поймем, кто на самом деле твои конкуренты, и спозиционируем твой продукт так, чтобы от них отличаться и чтобы к тебе возвращались. Помимо этого мы разберемся, как работает YouTube, social media marketing, личный бренд, Telegram и много всего другого. Я Женя, главный редактор TripMyDream Media, и я расскажу вам, что такое контент-маркетинг и чем он будет полезен для вашего бизнеса. Вы научитесь строить контентные стратегии, анализировать конкурентов и создавать контент, который будет влюблять людей в ваш бизнес. Я Вова, и я научу тебя настраивать рекламные кампании в Google, Яндекс, Facebook, Instagram и YouTube. И покажу, как настроить систему веб-аналитики, чтобы повышать их эффективность. Я Даша, и я научу тебя разбираться в SEO, так, чтобы поисковики тебя полюбили, и твой сайт был на топовых местах в выдаче Google и Яндекса. Я Олег, и я научу тебя эффективно работать с email-маркетингом и пуш-оведомлениями. Ты узнаешь, как не попадать в спам и делать так, чтобы твои письма открывали и читали. Я Юля. Я отвечу на все твои вопросы, подберу пакет, который тебе необходим, и буду сопровождать тебя на протяжении всего курса. Для того, чтобы получить детали о нашем курсе и специальные условия, переходи по ссылке в описании, звони, пиши. Мы быстро с тобой свяжемся и все расскажем. Жду на курсе. Сколько у тебя в компании человек трудится? Около 10. Это китайцы либо наши? Китайцы. Есть сложности общения с ними? Какие особенности ведения бизнеса с китайцами как партнерами и с китайцами как наемными сотрудниками? Если вы хотите действительно что-то с китайцем что-то сделать, это называется у китайцев гуанси отношения. Нужно, чтобы были отношения полуприятельские, дружеские. Обязательно сходить с ним покушать. Это святое. Обязательно, если он выпивает, то можно с ним выпить. Когда выпиваете, это я уже про алкогольную культуру тут заодно задену, когда вы чокаетесь бокалом, он врет там вино, китайцы всегда стараются, чтобы его был бокал ниже, а ваш был бокал выше. Почему? Почему, да. Это из древности пришло. Когда с чиновниками они чокались раньше, всегда старались держать свой бокал ниже, а свой бокал выше, чтобы вино из бокала чиновника попало ему капелька. Как бы такое. И вот знак уважения, когда ты с китайцем чокаешься, ты надо стараться, чтобы твой бокал был ниже, чтобы его вино попало в твой бокал. Это правда, что на китайцев нужно кричать, чтобы они хорошо тебя понимали? Иногда помогает, да. Помогает? Иногда помогает, да. Какая минимальная зарплата в твоей компании? Сколько получает минимальный сотрудник? 5 тысяч юаней. 5 тысяч юаней. А максимум есть для китайских сотрудников? Нет, максимум нет. Продажник у меня, чем больше продал, я ему, у него идет процент от продаж, и таким образом я стимулирую его продажей. Максимум сколько у тебя получал продажник? Около 20 тысяч юаней. 20 тысяч юаней. Нормально. 3 тысячи долларов. Да. Приходилось кредитоваться здесь? Ну, официально нет. То есть официально иностранцу, чтобы получить кредит, ну, очень, очень, у него должно быть жилье, это, 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 потом банк рассматривает. И я не слышал, что кто-то иностранцу взял кредит. Вот. То есть китайцы очень, вот мои все рабочие, они понабирали этих кредитов ипотечных, там, еще каких-то. Они очень дешевые. А для бизнеса дают? Китайцам, наверное, да. По сколько процентов? Ну, я думаю, наверное, от 4, там, от 4, 5, 6, где-то вот так вот. Это очень неплохо. Ну, да. Счет в банке? Ну, счет в банке, конечно, сейчас проблематично открывать. Владельцам российских, украинских, белорусских, по-моему, тоже паспортов. Довольно проблематично, но одно открывает. А чем это связано? Ну, они нас внесли в список стран, способствующих терроризму. Что, серьезно? Да, мы находимся в списке вместе с Северной Кореей, вместе с Сирией и еще. А почему? Ну, вот спросите у китайцев. Ну, найти людей на работу, да, это, конечно, проблема. Да, это реально проблема, потому что большая эти кучка кадров, и действительно найти толкового, ну, это проблема. Толковый хочет или хорошей зарплаты. Вот. В принципе, это реально. Но не всегда он такой толковый, как он себя позиционирует. Это везде, мне кажется, что так. Ну, наверное, да. Скажи мне, в расчетах, грубо говоря, в B2C иногда возникают сложности. Например, в приложении DD ты безналичным расчетом можешь оплатить только, если у тебя есть какой-то DD счет, WeChat счет, Alipay, китайская карточка, либо что-то еще. Да, да. То есть некоторые платежные системы, работающие по всему миру, они здесь не работают. В некоторых заведениях, хорики, не принимаются карты, выпущенные другими платежными системами, кроме как UnionPay. Это китайская, я так понимаю. Есть ли какие-то сложности во взаиморасчетах в B2B-бизнесе между Китаем как государством и другими странами, откуда ты импортируешь продукцию? Нет. У нас же там межбанковские переводы. Счет выставляется или в евро, или в долларах. Поэтому тут вообще никаких, в данном случае никаких проблем. Прое, дело в том, что Россия сейчас находится под санкциями, да, под американскими. И когда идет платеж через банки-корреспонденты американские, там возникают вопросы, и надо их там... То есть ты почувствовал влияние этих санкций? Да, да, да. Это... Реально они есть, да? Это снизило обороты, скорость развития твоего бизнеса или нет? Просто геморрой побольше. Ты доволен своим решением когда-то помочь продать вот этот вот контейнер с водкой много лет назад? Да, мы всегда, конечно, доволен, да. Мы всегда двигаемся на встречу. Ты доволен жизнью в Пекине, в Китае? А чего жаловаться? То есть домой ты пока не хочешь вернуться? Ну, мы всегда успеем, да. Пенсию где ты хочешь встречать? Пенсию? Ну, там, наверное, где-то потеплее или похолоднее там уже решим. Саш, мы у тебя в офисе. Сегодня пятница, уже полпятого вечера. И кроме тебя здесь еще, я вижу... Два человека, да, да, два человека. Два человека. У тебя всегда... Обычно у нас все все-таки на выезде работают, потому что работа в Китае это работа лично с клиентом. Это невозможно делать по телефону, поэтому все сотрудники работают там, где продают. Вообще, в твоей компании сколько? Всего у нас вместе со мной 25 человек сейчас. 25 человек. То есть ты и 24 китайцев? Да, да, да. Ну, у нас вот есть этот офис, и тут недалеко еще лаборатория своя. Все официальные сотрудники? Конечно. Средняя зарплата? Ну, средняя зарплата в Пекине сейчас около 10 тысяч юаней. Ну, опять же, тут градируется, если ты хочешь нанять толкового инженера, например, то это уже от 10 до 15 после, скажем, университета Тинхуа. А если это топовый уровень? Если топовый уровень чего, смотря? Технический или продажный? И так, и так. Технический топовый уровень это, наверное, 20-30, а продажный, ну, он лимита не должен иметь, продажник на процент обычно работает, поэтому бесконечно. У меня была такая шутка в детстве. Ну, мы с тобой. Ты 81 или 80? 81. Я 81. Была такая шутка, что каждый китайец должен сделать 3 вещи в жизни. Кеды, варенки и видеомагнитофон. И в то время о китайцах думали совсем по-другому. Сейчас качество продукции, которое выпускается... Мир меняется. Мир меняется. Китай уже давно не тот, что раньше. И вообще весь этот миф о том, что вот кеды и так далее, они делают классные вещи, они делают высокотехнологичные продукты. Ну, камон, Китай и сейчас первый в мире по квантовой телепортации. И у них есть какие-то государственные программы. Насколько я знаю, у чиновников есть hard KPI и soft KPI. И если hard KPI они не выполняют, то это грозит увольнению. Если soft KPI они не выполняют, то это просто не получает бонусы, деньги. И в одних из KPI у них есть то, что они должны стать номер один в мире по AI, по-моему. И вот у них есть 3 компании. Да, это Alibaba Group. Это Didi, по-моему, сюда еще входит. И еще кто-то, которая как раз формирует 70% китайского бизнеса. Можешь пролить свет немного на эту историю? Дело в том, что я думаю, что это лучше даже на примере рассказать. Очень интересно в этом плане сравнивать Amazon и Alibaba, потому что по факту получается, что Amazon, хотя созданный в Америке, казалось бы, страна бизнеса и все такое, это жесткая структура, которая очень сильно давит всех этих поставщиков, которые там работают. Ты как поставщик на Амазоне, ты не имеешь права отправлять рекламные материалы своему клиенту, минуя Амазон. Это грозит тебе отключением от системы. Ну и вплоть до того, что по статистике зарплата в Амазоне ниже, чем зарплата в Walmart, ну вот рядовых сотрудников. И в противовес этого Alibaba, который сейчас реализует проекты из разряда в деревнях, организуются пункты логистические. То есть любой фермер может через Alibaba продать свой выращенный там укроп городскому жителю, минуя всю цепочку посредников напрямую. Alibaba дает полную свободу реализации продавцам, покупателям и просто берет за это комиссию. Сложно было жить здесь с запретом условно мирового интернета? Google, Facebook, WhatsApp, YouTube, даже Telegram, по-моему, здесь не работает? Ну, Telegram, по-моему, и в России работает с переводами. Суть-то не в этом. На самом деле для китайцев все эти сервисы не нужны. У них все сервисы есть местные. Поэтому страдают исключительно иностранцы и то, как страдают. Есть VPN. Как поменялся Китай за 13 лет? В целом, лайфстайл и точно так же с точки зрения бизнеса и ведения бизнеса? По сути, за 13 лет Китай сильно подорожал. То есть это уже далеко не то место, где было дешево, где доход относительно расходов на жизнь был, скажем так, имел огромное преимущество. Сейчас это дорогой город, это Пекин, Шанхай, в принципе, еще дороже. Но при этом это гигантский рынок для любых товаров. То есть если раньше Китай это все-таки была такая экспортная история, то сейчас, по сути, выигрывают те, кто начинает что-то продавать в Китае. И это как тогда было, по сути, актуально. Ну, вот полтора миллиарда потребителей, как только они начинают есть какой-нибудь сыр, то это просто золотые горы сразу. И при этом в Китае все еще есть мода на иностранные продукты, особенно вот в частности с продуктами питания. У них до сих пор большое доверие иностранным брендам. Ну, оно в частности и выработано некой рекламой, маркетингом. Поэтому также хороший пример. Это на самом деле прикольно, что есть вот французское вино, но в Китае все знают, что французское вино это Бордо, потому что разрекламировано. В принципе, если зайти в любой китайский магазин, ну, как бы, наверное, в Бордо нет столько винограда, сколько там, как бы, этого вина в магазине. А дальше еще следующая тема, что китайцы, как бы, любят дарить друг другу подарки. Это, кстати, маленький лайфхак. Не дарить китайцам русскую водку, это бессмысленно. Почему? Потому что она невкусная, ее пить никто не любит. И даже проводили тесты, то есть даришь партнерам бутылку водки, ну, с пометкой какой-то. Ну, и через некий цикл праздников эта же бутылка возвращается либо тебе, либо кому-то из твоих знакомых. Вот, поэтому китайцам надо дарить вино. При этом, как бы, Бордо они знают, у них есть такая фишка, что любой товар, купленный в Китае, там, соответственно, есть логотип. Ну, что вот это таможенная пошлина плащ, ну, там, тарам-папам. И это дарить не тру. Как бы, нужно дарить бутылку, привезенную из-за границы, у которой нет этой этикетки. Тут уже есть специальный сервис, ты на Таобао можешь купить именно бутылку вина без вот этой вот импортной этикетки прийти в гости и сказать, вот, недавно из Франции, вот, дружище тебе бутылка. Кстати, я думаю, что наиболее характерный признак прогресса Китая, то, что когда я сюда приехал, путь до Шанхая из Пекина занимал, ну, по сути, ночь на поезде. Вот, сейчас это занимает 4 часа. И это произошло всего лишь вот за последние 5 лет, грубо говоря. То есть железные дороги просто потрясающие. А покажи, Милдик, где ты сидишь здесь. Саша, это тот самый прибор, который ты здесь продаешь? Да, это причем, более того, это легендарный прибор, прошедший поля Синьцзянского автономного округа. Это где находится основная газодобыча Синопека и Чайно-Петролиум. Это один из первых наших клиентов. Собственно, на этом мы все вот это и построили. Это уже переработанная модель. На самом деле проблема оборудования, разработанного сумрачным советским гением, заключается в том, что оно практически не ломается. Вот, в отличие от американских аналогов. Да? Ну, в основном все западное оборудование, сейчас там закладывается некий срок службы, после которого его нужно менять. Вот, у нас первые модели были прям такие, они жили вечно. Какая стоимость? Зависит от приложения, ну, в среднем около 50 тысяч долларов. Сколько вы продаете в год таких? По-разному, бывает до 300. Нормально. Зарабатываете на обслуживании, либо их не надо обслуживать? Их надо обслуживать, но все-таки дело в том, что в основном закупаются сервисными контрактами сразу, поэтому как такового заработка на обслуживании в Китае нет. То есть все закладывается в цену сразу. И ваши конкуренты это кто на рынке? Наши конкуренты есть американская, японская, европейская компания. Ну, дело в том, что у нас с точки зрения технологической наиболее лучшее решение, то есть это реально лучший в мире анализатор ртути. Сколько у вас доля? По анализу ртути я думаю, что у нас около 40% китайского рынка. Тогда почему 60% не у вас, если у вас лучшее анализатор? А смотря в чем считать. Если в штуках, одна дело. Если в деньгах, то другая. Вы продаете дороже, чем аналоги? Да, мы продаем дороже. То есть мы такой, мы Мерседес в мире аналитической химии анализа ртути. Насколько дороже продаете? Китайский аналог вот этого можно купить за 3000 долларов. Как построить сильные партнерские отношения с китайцами и что точно лучше не делать с ними? Какие ошибки не допускать? Ну, как минимум не дарить водку. На самом деле, часто у нас, мне кажется, недооценивается важность вот этого общения и, соответственно, как-то личностного взаимодействия с ними. Потому что какие бы ни были партнеры, ну, если они тебя приглашают приехать в Китай, например, нужно их приглашать приехать назад. Им действительно нужно дарить подарки. Если они приехали в Россию, ими тоже нужно заниматься. Их нельзя бросать в гостинице «Космос», как это со многими ними происходит. Я там жил. А о чем с ними лучше не говорить, какие темы не затрагивать? Ну, не стоит говорить, в общем-то, о политике. И не стоит критиковать Китай в любых формах. На самом деле, очень интересно смотреть, как меняется страна, потому что она меняется на глазах. Очень здорово видеть, что мы из вот того стартапа 13 лет назад, мы уже имеем офис, команду. И, по сути, может быть, когда все это разовьется, я смогу куда-нибудь еще уехать. А ты хочешь уже куда-то уехать? В Китае есть один существенный недостаток для иностранцев. Это не то место, где ты захочешь встретить старость, скорее всего. Ну, это все места для работы. То есть, Пекин, Шанхай, Банчжоу – это место, где ты работаешь. Ну, по крайней мере, я вот не представляю, как я здесь передвигаюсь палочкой, грубо говоря. Продолжение следует...